Девушки отдыхают 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 Всем привет! Всем привет! Вот они, прямиком из социальных сетей телевизор Ребята, добрый вечер! Привет! Я вас приветствую! Салют. Присаживайся. Всем здрасте. Привет. Ну что, наконец-то, чекалины на воле и пришли к Пашей воле. Молодцы, готовились. Я даже чуть осёкся, когда вам сказал, присаживайтесь, думаю, ё-моё. Для тех, кто, может быть, не знает. Да. Артём и Валерия, они блогеры, бизнесмены. Порядочные люди. Да, порядочные люди. Ну а выяснилось, что порядочные люди не заплатили налогов на 311 миллионов рублей. Целый год были под следствием. Мы просто не знали. Обсчитались. Обсчитались. Не, не переживайте, всё уже хорошо. Мы выплатили все налоги, это не только 311. Сверху также штрафы и пение, общая сумма. Артём лучше разбирается. 505 миллионов рублей. Ну что, да, что, серьёзно, ребят. Вы чувствуете, какие полурадостные крики? А что вы не радуетесь? У них уже нет этих денег. Ребят, те, кто вас не знает, вы пришли, вы люди не совсем телевизионные. Расскажите телевизионным, кто вы такие, чем вы занимаетесь, откуда такие деньжищи? Мы простые ребята. Супруга из Тольятти, я из Москвы. Да всё нормально, ты уже не в ментовке. Рассказывай. У нас, получается, основной заработок, это мы продаём косметику нашу. Уже 6 лет работаем. Также у нас один из самых крупных, прости Паш, марафонов по похудению в России. Ничего страшного. Да, его прошли 600 тысяч человек. Похудело двое. Хотите эксклюзивчик? Давайте. Ребята должны были полететь на первосезонного «Выжить в Дубае». Мы познакомились с Артёмом. За пару дней буквально. За пару дней до этого. Артём сказал, всё, мы с вами летим в Дубай. Я говорю, всё, отлично, давайте увидимся обязательно. Мы в аэропорту, вылетаем в Дубай и начинает валиться у меня в ленте новостей. Чекалины, тюрьма, сидят, не заплатили и всё такое. Я говорю, отлично познакомились мы вообще. Не, Паш, мы на самом деле выживали в Подмосковье. Да, вместо «Выжить в Дубае» пытались выжить как-то в своём доме. К нам, когда, получается, пришли утром люди, они нас подняли. Как это было? Расскажите, как это всё выглядело? А получается так, что мы должны были улетать в Дубай. И я, соответственно, записываю сторис и говорю, ребята, нас целый месяц не будет в сторис. Мы едем на одно очень крутое мероприятие, шоу. Там нельзя будет снимать ни в коем случае. А выяснилось, что снимать нельзя год. Да. И я, соответственно, это говорю. И мы ложимся спать, уже собраны чемоданы. И тут 6 утра. Артём спит ближе к двери. Я сплю, получается, чуть дальше. Типа он прямо на коврике спит у двери? Ладно, на коврике. Прямо на двери. Наверное, дальше расскажет Артём, потому что он был ближе к двери. Ну, собственно говоря, что я лежу, сплю, слышу какой-то шум. Смотрю, ну, как бы под дверью такая щель небольшая. Смотрю, там какие-то фонарики светят. Много глаза открыл, думаю, что-то у меня глючит. И опять заснул. А ты такой нормальный охранник дома, я смотрю. Не, обычно жена с ножницами выходит. Я смотрю, у меня кто-то дома шарит и думаю, посплю ещё немножко. Обычно я говорю, Артём, там какие-то звуки, иди проверь. Он говорит, я тоже боюсь. Я, короче, лежу. Вот так. И чувствую, у меня как будто фонарь в лицо светит. Фонарик от айфона. Ты думаешь, так, не проглючило. Я глаза открываю в комнате, в спальне, вокруг кровати, что-то там 12 или 14 человек в масках, и автомат в лицо с фонарём, типа, доброе утро. Ты такой, да не, наверное, кажется. Нет, я первые секунды думал, что кто-то из друзей прикололся, типа, какой-то пранк, типа. Мы думали, это пранк, это шутка. Потом я понимаю, они всё разгоняют, разгоняют. Я думаю, не похоже на шутку. Я открываю, получается, глаза, над Артёмом вот так вот стоят, на меня тоже смотрят, я резко отскакиваю в спинку, а, получается, я же, ну, сплю в пижаме, в... Та, да, была в ночнушке. Да, ну, в такой коротенький. Я начинаю закрываться, думаю, почему 14 мужиков стоят в нашей спальне, что они делают? Как в том меме сзади. В общем, я, получается, отпрыгиваю, начинаю встать, он говорит, подъём, подъём, встаём, доброе утро, встаём, встаём, подъём. Я думаю, где дети, что случилось, быстрее бежать надо к ним. Они говорят, нет, ты одевайся, ты тоже одевайся. А он их не слушает, он спокойно идёт в ванную, берёт зубную щётку, берёт зубную пасту, включает кран, выдавливает и стоит вот так вот чистит зубы и смотрит в зеркало, а люди стоят над ним. Зачем ты зубы чистил? Да я не знаю. Это первое действие. Когда я просыпаюсь, что я делаю? Это, видимо, жёсткий стресс произошёл. И в жёстком стрессе я сделал то, к чему больше всего привык. Потом, как бы, спасибо сотрудникам органов, всё было очень вежливо, деликатно, детей не напугали, то есть они знали, что у нас дети. Никто там не стал подниматься с автоматами наверх, то есть спокойно там с супругой поднялись наверх, никого не разбудили. Ну, короче, всё было чётко. Потом спустились вниз. Я уже понял, что это не розыгрыш, потому что там сотрудницы... Нет, я всё ещё думала, что это что-то неправда. Там сотрудники Следственного комитета были, они были в форме одеты, начали засчитывать нам обвинительное... Ну, как это? Возбуждение уголовного дела там в отношении нас. Что там чекально Валерия Валерьевна объявляется, обвиняется в этом, в этом, в этом, в этом, в этом. А Артём, их способничество. Я думаю, боже мой, это что, сон? Разбудите меня. Да, потом нам запрещают общаться между собой сразу. И мы стоим. И через, буквально, не знаю, 10-15 минут ей дают помыться и её увозят. Я такой стою, думаю, вот сейчас, наверное, что-то такое будет, что мы надолго не увидимся. Я её так обнял, как будто в последний раз в жизни её вижу. Да, мы обнимались, мы думали, что мы расстанемся. Она такая на меня смотрит, говорит, ты что, дурак, что ли, говорит? Мы говорим, сегодня вечером увидимся, говорит. Да, ну я хотела как-то поддержать нас, потому что было действительно страшно. Но мы были готовы ко всему. В любом случае, всю вину признали и все налоги. Раскаялись, признали, всё, что должны, всё выплатили. Поэтому, ребята, платите налоги. ФНФ, Ван Лап. В России. Было какое-то предчувствие, какие-то знаки были? Артём до этого пошёл стричься? Я до этого пошёл стричься. В Дубай готовился. Я говорю своему барберу, говорю, Лёнь, братан, твою стрижку увидят миллионы. Я, говорю, лечу на такое, типа, шоу большое. Я говорю, всё, типа, сделай свою лучшую стрижку. И всё, короче, он меня стрижёт прямо вот за день до этого. И с утра, короче, там все павлики. Все новости. Эту стрижку видят миллиарды. Моё лицо, первый канал в 21 вечера новости, там все остальные каналы, мы там везде с Лерой. И потом, короче, я к нему прихожу неделю через две. Он говорит, братан, говорит, реально миллионы увидели, говорит. Не, а ты представляешь, как офигел барбер, который «Нифига, он готовился!» Это всё так, конечно, забавно звучит, наверное, когда это уже время прошло. Но этот год, как он для вас прошёл? Вам же запретили пользоваться интернетом, да? Самое сложное было в этот период то, что мы, получается, детям подарили телефоны. Тогда на день рождения у них 12 февраля как раз скоро будет. И мы им тогда в прошлом году подарили телефоны, они там установили себе эти все приложения, начали нам звонить, это первый раз в жизни, там каждый день 20 вызовов. И здесь, то есть там буквально через три недели после дня рождения вся ситуация начинается. И они вот это вот там звонят, звонят, а ты им не отвечаешь. И потом вот эти вопросы дома были. Пап, мама, почему вы не отвечаете? Вот это вот тяжело было эмоционально, потому что не знаешь, что им ответить. Так а что вы отвечали в итоге? Вера, что ты им говорила? Мы говорили, что мы там заняты, либо мы на съёмки. И мы придём вечером, и вот за ужином все вместе поговорим о том, что мы всегда сидим в этих телефонах. И, кстати, я на самом деле поняла, как все люди зависимы от телефона. Один раз над Артём приколулись официанты. И я, получается, опоздала на встречу. Да, вот если ты приходишь когда-нибудь один в ресторан, и ты сидишь без телефона, вот это ожидание, ты просто сидишь, меню прочитал уже 50 раз, смотришь на людей, как они едят. И ему официант берёт и выносит детские разукрашки и карандаши вот так встать и говорит, Артём, чтобы вам было чем заняться, держите. А то вы просто сидите вот так и смотрите. Да, сидишь, смотришь, изучаешь людей, общаешься с официантами. Какие-то полезные сделали без интернета за год, может быть, какие-то новые увлечения. У меня вот супруга, она раньше картавила, она справила свою речь. Да, кстати, у тебя была приятная буковка «Р». Нет, всё, её больше нету. Расскажи, как ты занималась? В общем, сначала было большое... Ты видел, как будто дочку на... Давай, Деду Морозу, стишок. Кабуретку несите, нам сейчас будут рассказывать. В общем, с самого начала была большая сложность найти логопеда, потому что все принимают в нашем 21 веке онлайн. И все уроки тоже онлайн. И, соответственно, мне там помогали, искали, говорят, а можно вот для девушки найти логопеда, ей уже там больше 30 лет. Они говорят, да, конечно, по зуму будет удобно. Он говорит, нет, неудобно, она вот любит вживую приезжать. Она любит вот ехать за полтора часа от своего дома по пробкам. Вот любит, прям кайфует. Живое общение. Живое общение. Она вот только за него. И прикол в том, что я когда пришла, смотрю, там лежат детские книжки. Там «Исправить речь для детей от 5-7 лет». Я думаю, наверное, до этого ребёнок занимался, и сейчас прижила я. А у тебя не ёкало, когда ты видела от 5 до 7 лет? Нет. Толстая шутка. И она говорит мне, а нету техники изучения и исправления буквы «Р» и «Л» для взрослых. Есть только детские методики. И поэтому мы учились по детским считалочкам, скороговорочкам. И, например, там… Лерчик искала дупло все эти месяцы. Да. Что делала? Искала дупло. Сейчас она вам расскажет. Можешь повторять за мной. Давай лучше ты повторяй за мной. Это вот так. 33 налоговых инспектора инспектировали-инспектировали, да не вы инспектировали. А в твоём случае вы инспектировали-инспектировали. АПЛОДИСМЕНТЫ Так как, подождите. У меня новые будут. Какое дупло? Можешь, я говорю, а теперь твоя очередь? Говори. Ло-ло-ло. Ло-ло-ло. Говори. Ло-ло-ло. Ло-ло-ло. Белочка нашла дупло. Белочка нашла дупло. Вот, это на исправлении буква Лэ была. Твоя любимая, что там правда? Ты и Лэ не говорила? Барсук в метро. Да, Лэ тоже не говорила. Поэтому с налогами проблемы были. А теперь... И с дроблением. Спасибо вам большое за то, что вы нам рассказываете такие истории. И вообще, вы как гости у нас очень необычные, согласитесь? У нас здесь музыканты, какие-то актёры. Певцы. Певцы, да. А сегодня к нам пришли купцы. И мы... Я хочу вам кое-что рассказать. Если мне все поаплодируют, то я... Давай, Илюша, давай. Я буду признателен вам. Лерчик, Артёмчик, я благодарен вам, что вы пришли к нам, что у вас всё благополучно завершилось. И вы находитесь здесь. Что в воле, а не в программе «Человек и закон». На самом деле, в случае с ребятами, налогообложение... Это в вашем случае от слова «облажались». Вообще, ребята стали популярны благодаря марафонам. И неплохо заработали. Вообще, марафон — это когда ты бежишь 42 километра. Но от вашего марафона даже вы не смогли убежать. Я вам хочу сказать большое спасибо, что вы пришли к нам, что у вас всё хорошо, что у вас всё благополучно. Спасибо, что пришли к нам в гости. Потому что мы видели, когда на видео к вам пришли в гости, вы были не очень рады. А мы рады вам всегда. Приходите ещё. Наше прекрасное, доброе шоу. Так, сейчас короткая реклама, но разговор с ребятами у нас не закончен. Это Лерчик, Артём, это Чекалины. Они останутся в нашей студии. Не переключайтесь. Прежде чем вас отпустить, у вас есть колесо фортуны. Та акция, которую вы проводите на просторах интернет. Да, машина, айфоны можно получить. И беспроигрышная. У нас всё сильно будет проще. Колесо не фортуны. Я предлагаю поиграть. У меня есть несколько вопросов, по которым мы поймём, насколько вы далеки от народа, господа богачи. Надо будет давать ответы. Кто будет ближе к правильному ответу, тот и взял вопрос. Кто больше возьмёт вопросов, тот, соответственно, победил. Тот, кто проиграет, крутит колесо нефортуны, где будет наказание. Договорились? Поехали. Поехали. Круто. Итак, сколько стоит проездной единый в метро на один месяц в Москве? На один месяц. Один месяц. Так. Тысяча рублей. Тысяча рублей. Артём, ты? Две с половиной тысячи. Две с половиной тысячи рублей. Две тысяча семьсот тридцать рублей. Артём, пока не делай. Назовите минимальный размер оплаты труда в Москве. А почему я первая отвечаю? Пускай. Пятнадцать тысяч. Двадцать пять тысяч. Пятнадцать тысяч и двадцать пять тысяч. Двадцать три тысячи пятьсот восемь рублей. А что ж ты так хорошо цифры ставишь? Аналоги плохо читал. А что ж ты так хорошо цифры ставишь, аналоги плохо читал? А что ж ты нас слышал? Какой город изображён на десятирублёвой купюре? Красноярск. Нет? Да, красноярск. Я, честно сказать, не знал. Всё, два-один получается. Два-один проигрывает по колеру. Как расшифровывается МФЦ? Многофункциональный центр. Два-два. Я думал, микрофинансовый центр. Не поддаёмся. Это взаимое, это другое. Артём, не поддаёмся. Я всю жизнь ей поддаюсь. Сколько в 2023 году стоила потребительская корзина? Потребляйте на месяц? Да. 13 тысяч. Пусть будет 15. 14 тысяч 375 рублей. Получается, кто ближе? Лера. Так, получается, Артём, ты проиграл, но тем не менее, правила всё равно подставные. Вы оба далеки от народа. Пойдёмте, будете оба крутить колесо. Пойдёмте. Вот так и знали, что есть бы сейчас подстава. Пойдёмте. Ну что, сколько раз вы это делали? О, моё родное место. Подожди, я уже чувствую силу колеса. Так, подскажите. Стойте, стойте, стойте. Я знаю, какие там будут наказания. Артём, я с этой стороны. Да неважно, с какой стороны. У меня просто левая рабочая. Выполнять будете вдвоём. Крути. Раз, два. Дорогие уважаемые подписчики, мы запускаем колесо нефортуны. И пока оно крутится... Оп, отлично. Достаем. Что это? Так, читаем. Поехали. Давай я скажу. Надо записать сториз с текстом, который надо выложить в аккаунте у вас. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Есть телефон? Да, дайте телефон. Дайте телефон, пожалуйста. Дайте телефон. У меня отняли телефон. Отлично. Не первый раз. Забирайте. Итак, вот какой вот текст будет. Мои марафоны фигня, самые лучшие курсы у Леисан Утяшевой. Поэтому подпишитесь на её марафоны «Носили воли». И обязательно посмотрите стендап Ильи Соболева, а ещё лучше Павла Воли. Он вообще суперкомик. А программа «Шоу воли» вообще вверх телевидения. Подписывайтесь на всех, кого я сказала. И всех прикрепи обязательно. По-моему, чувствую по любимой комик программы «Шоу». Так, супер. Так, давай, поехали. Держи. Так. Давай, раз. Уважаемые подписчики, внимание, не спрашивайте, что сейчас происходит. Просто запомните, что марафоны «Чекфит» полная фигня. И самый лучший марафон у Леисан Утяшевой. Потому что вы видели, как высох Паша воля. А вообще, он самый крутой комик. И ещё я обожаю Илью Соболеву. Обязательно подписывайтесь на ребят. Обязательно приходите на все их шоу-программы. И обязательно смотрите шоу «Воли», потому что чекалины на воле. Не-е-е-е. А, молодец. Не-е-е. Отлично. Тём, давай теперь ты тоже проиграй где-нибудь, поддавай. Давай. Вкрути барабан. Надеюсь, там что-то другое. Там что-то будет точно другое. Давай. Совершенно. Отлично. Что там? Тоже самое. А, там тебе все это самое. Да не, куда-то самое. Да, там везде только самое. Отлично. Дойдём. Разбисывайте стандамы. Всё, готово. Пойдём. Ой, спасибо. Спасибо большое, как приятно. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо вам. Всё, спасибо большое. Всё, всем спасибо. Спасибо большое. Продолжайте. У нас в гостях один из самых популярных стендап-комиков России. Сергей Орлов. Сергей Орлов. Ура! Вот так вот. Вот так вот. А вы думали, это шутки? Какие люди. Вы думали, это шутки? Это не шутки. Это приколы. Привет, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. О, ничего себе. Вот это да. Ну, сразу, чтобы снять все эти вопросы. Что за пластырь? Это небольшая медицинская процедура. А, что-то подвырезал? Да, что-то подвырезал, да. И ещё был вариант, что это с сюрикеном в меня попали. В Японии я сейчас был. Попал в передрягу. Что самое классное в Японии тебя восхитило? Обалдел ты от чего? Люди. Японцы? Японцы. Вообще потрясающие. Для меня сильно удивило, как оказалось, японский язык нам больше всего подвластен. Кстати, вот в плане. Из вот этих, да, да. Допустим, вот китайский. Очень нам тяжело. Китайский я вообще ничего не понимаю. А вот японский... Ши-шу-а. Да. Женщина очень умная, девушевая, очень умная, девушевая. Вот это. Знаешь? Да, такой вот. Этому не можно, женщина. Этому не можно. А японский, как оказалось, вообще нам подвластен. То есть там 5-10 фраз учишь, они уже такие, вообще респект. И плюс ко всему... По-японски? Да. Какие нужно знать фразы, чтобы поехать? Какие ты узнал? Охайо асаимасу. Все, да? Это добрый... Охайо асаимасу. Как еще раз? Доброе утро. Охайо асаимасу. Охайо асаимасу. Уровень безопасности, конечно, просто фантастический. Они в своем вкусной точке, представляешь, занимают место телефонами и кошельками. И идут потом заказ делать. Зато что? Ну что, сколько телефонов привез из токера? Много нельзя. Ну, в общем, уровень безопасности вообще невероятный. И еще, кстати, знаешь, чем они похожи? Очень любят тусоваться они. Пятница, суббота, это просто фантастика. Все говорят, напиваются, они там работают всю неделю, чтобы просто... Они на нас похожи с утра, когда ты напьешься. Вот такие же. Знаешь, чем разница? Смотри, у нас какая... А я асаамасу. Этот человек уже не проходит на границе все. Да, без визы. И они, когда напиваются еще... Вот у нас как принято? Ты знаешь, фраза типа «напился, веди себя нормально». Да. А в Японии нет такого, и поэтому они когда напиваются, они ведут себя так, как, ну, должны вести себя пьяные люди. Просто вот так. Мы шли по перекрестку, просто идет чувак в костюме с каким-то портфелем и орет по-японски. Нам перевели там ребята местные, которые живут. Он идет, просто орет, кто хочет со мной заняться сексом? Просто орет вот так по улице. И люди такие «фа, дурак». Просто дурак. Дурак. Скорее всего, он так и не почпокает. Да, да. Как по мне, ты символ великой русской мечты. Из маленького поселка депутатский. Ну, называется поселок городского типа. Поселок городского типа депутатский, который находится за полярным кругом. Правильно? Да. Сколько там живет человек? Ну, сейчас, наверное, тысяча. Там живет тысяча человек. Серега оттуда приехал в Москву, стал крутым комиком. И в прошлом году собрал три крокуса. Три крокуса. В прошлом году собрал этот человек. Три огромных зала. Спасибо, что приходите. Да. Если честно, я тебе скажу, что я твой большой поклонник. Я смотрю твои стендапы. Мне очень нравится. Мне все залетает. Класс. Спасибо большое. Спасибо. У тебя вышел концерт недавно «Человек с головой собаки». Да. Да. Ты продаешь его онлайн за 299 рублей. Нормально. А до этого твои стендапы все смотрели бесплатно. Да. Какая реакция последовала за этим, Сережа? Реакция какая? Ну, много людей, конечно, писали разное. Но некоторые писали, что ничего себе. Это что такое? Недовольство? Недовольство, конечно. Типа это что-то? Да. Наш Серега пропал. Наш Серега. Было бесплатно, а теперь значит платно. Это что такое? Но многие писали, что... Также многие и купили, и которые писали, что мы понимаем, что любой труд должен быть оплачиваемый. Если это в таком формате, почему бы и нет? Ты теперь в таком формате будешь все концерты свои? Не всегда. Я не знаю. Я решил попробовать, как это... Это же на самом деле новая схема. По сути дела, мы как бы переходим немножечко в ту фазу, когда реально концерт... Ну, ты можешь купить комика любимого, можешь не покупать и не смотреть. Да. Давай я еще объясню, почему вообще на самом деле... Это на самом деле схема классная для того, чтобы оставаться независимым комиком. Ну, то есть ты... То есть все права законоконцерт остались у меня. То есть я, по сути, до сих пор могу его выложить бесплатно. Но это будет просто нечестно. Я, естественно, этого делать не буду по отношению к людям, которые купили. Но честно, к тем, кто хотел, не хотел покупать и сказал, что ты, значит, продался. Для них будет прикольно. Ну, для них будет круто, да. Да. А для тех, кто уже купили, они будут считать себя... Нет, согласен. Пусть они подъерутся. Да, нет. Встретятся где-нибудь на стадионе. Люди, которые купили мой концерт, а потом я выложил бесплатно, возможно, почувствую себя подписчиками и Лерчик, понимаешь? Неожиданно. Сейчас будет короткая реклама, а после этого, я думаю, что Серега еще каких-нибудь пару историй сумасшедших расскажет. Ну и что-нибудь мы просто замутим из юмора. Оставайтесь с нами. У тебя огромные гигантские туры. Мне кажется, ты один из самых вообще ярых гастролеров. У тебя там по 130 концертов в год бывает. Сколько в прошлом году дал концертов? 127, по-моему. 127 концертов. Каждые три дня, считай, концерт. Или 130, да. Да, да, да. У меня к тебе просто вопрос. Вот я тоже бывалый гастролер. Да. Но я по столько не езжу. Как ты выживаешь вообще? Блин, тяжело. Просто ты видел? Блин, я просто давно уже хочу обзавестись какой-то... Ну ты видел цену на недвижимость в Москве? Это кошмар. Приходится ездить. Так послушай, у тебя же есть уже квартира. Нет, нет, квартиры нет еще. Дом. Дом купил, да. Открой секрет. В доме можно жить. Можно жить, да, да. Но там еще стройка тоже. А, там еще не окончательно. Вот, кстати, блин. Я купил этот... На меня хочет суд подать сосед. Какой загородный дом без бани? Согласен? Согласен. Баня нужна по-любому. Тем более я вообще купил дом только для того, чтобы легитимно баню построить, потому что отдельно просто баню построить и приезжать туда странно. В общем, и я начал строить баню, и пришел сосед и говорит, что моя баня слишком близко. Сколько метров от забора? Вот, да, опять же, у нас шесть, а надо восемь. И вроде как сейчас мы будем ее двигать уже по... Нет, не шесть. А сколько, двенадцать? Три? Три метра от забора. Это по строительным, а по пожарным. Короче, вот это все... Слушай, я бы этого не делал. Я еще у меня такое разбирательство там. Я вообще купил дом и попал в какой-то скандал. Там, значит, есть... Я тебе более того скажу, в данный момент он усугубляется. Да. Так я готов вообще. Слушай, я устал уже. Что за скандал, Серега? Короче, там есть у меня на участке две группировки. Краты и коты. Универсамские, да, они там у нас живут. Да, и они примерно так же, вот, как в слове пацана воюют, но только не вживую, а в WhatsApp-чатах. Так, что за группировки? Вайберовские и ватсапские. Одна группировка решила, что мы не имеем права ездить на своих машинах через их участок. И они поставили ворота. И другая группировка говорит, что ворота незаконные. А я попал во все это в середине. Я купил дом, и на меня вышли сразу несколько человек и говорят, на какой ты стороне? Я говорю... Мы хотим поставить на твою территорию еще одни ворота! А я такой, да я, ребята, просто хотел попариться, блин. Как мы можем тебе помочь? Блин, не знаю, давайте... Какой район? Район, блин, я вот не знаю, я сейчас расскажу. Может быть, изменим метрическую систему и сделаем так, чтобы метр был 50 сантиметров? Тогда твоя баня уже на 12 метров от забора. Вот это было бы круто. Чтобы метр был 50 сантиметров? Да. Так и ты подрастешь, и твоя мечта исполнится. Я буду больше. У нас есть, Паш, есть ли возможность у канала ТНТ надавить на метрическую систему? Есть ли у тебя знакомые в рулетске? Да, конечно. Обратись, пожалуйста, к сантиметрам. Я обращаюсь в Министерство сантиметров. Добрый вечер. Добрый вечер. Это я, Павел Воля. Решите как-то проблему Сергея Орлова, не ставя ворота на его участке, не ссорясь с соседями. Дорогой сосед Сергея, пожалуйста, приходите к нему мыться в любой... В любой момент, да, Сергей приглашает. Или мы позвоним в Министерство сантиметров, и ваши 12 сантиметров превратятся в 6. А это уже неприятно. А это уже неприятно, согласитесь. Да, я надеюсь, что там все решено. А что он тебя не узнал? Да я не знаю. Короче, смотри, там такая... Почему он тебе не сделал какую-то, ну, типа, Серега, блин, клево? Блин, короче, он... А ты позвал его на концерт на свой? Ну, это вообще, вот эта взрослая жизнь, мне вообще не нравится. Это да. Это да. Когда тебе надо... Добро пожаловать в наш мир. Когда тебе надо какие-то сантиметры... Вот Саид Баня, вот его дом. Ну, она же не в твоем доме, блин. Ну да. Вот если вот ряд... Вот все, что за моим забором будет, если там хоть будут ходить люди-пальцы из Дети-шпионов, мне все равно вообще. Кстати, знаешь, на самом деле, по-моему, он гонит этот мужик, потому что это от жилых построек, типа такого вот этих 6 метров, а от забора 3, потому что у меня есть баня и дом, и там все на расстоянии... Все сложнее, брат. Все сложнее. Ты реально узнавал, да? Послушайте, вам не кажется, что сейчас потихоньку наш канал превращается в рыбалку и охоту? Да, да. Не, ну как, ну а что нам? Давайте стирим эту тему. Ну, в общем, не надо меня в суд подавать из-за бани. Пожалуйста. Дайте нам достроить эту баню и приходите к нам париться, товарищ сосед. Отлично. Более того, так как Серега вообще слабо еще всех знает в поселке, весь поселок вы можете пользоваться, он не знает, кто сосед. Да. Ходите мыться все. Вы тоже приходите ко мне в баню? До соседа или после? За жизнь, получается, стала взрослее и это ты ощущаешь именно вот этими бытовыми вопросами, которые ты решаешь? Ну да, да. Я вообще кучу вопросов решаю там. Вот налоги, как минимум-то. Налоги? Мы все платим. Мы знаем, что это такое. Анализы сдаю. Обязательно анализы. У меня сейчас еще после 30, мне 30 уже и все, я к урологу уже хожу. А там знаешь, какие анализы? Там уже другие анализы. Там у уролога тебе никто не говорит, как раньше. Как комарик укусит. Тебе говорят, держитесь. Держитесь крепче. Держитесь за стол. Мой совет всем подрастающим мужчинам, которым нужно пойти к урологу. Здоровая с урологом, обращайте внимание на его руки. Обращайте внимание, правда. Если толстые пальцы, смените врача. Он будет вам говорить, что угодно. Они будут говорить, что угодно. Они будут говорить, что все будет нормально. Это вообще стандартная процедура. Ты сам ходил когда-нибудь к урологу? Что? Ходил к урологу? Я... Ты знаешь, пока надобности нет. Господи, пожалуйста. Есть. Не разу за 45. Умоляю. У тебя есть надобность. Тебе уже больше 35. Да. Мне больше 35. У тебя есть надобность ходить к урологу. Он поможет тебе. Да что ты меня туда тащишь-то, а? Тебе тебе надо обязательно. Я не хочу... Как ты сказал? Не хочу я вашу взрослую жизнь. Иди. Иди. Иди там. Ты манит уролог меня уже. Я тебе больше скажу, ты опоздал уже. Тебе надо срочно бежать. Там минимум двое нужно уже. Поэтому сегодня я пришел не с пустыми руками. Рубрика «Уролог в шоу Оли». Заходите. Ставим. А почему я опоздал-то? Ну надо тебе, надо. Для профилактики. Для безопасности надо. Блин, вот вы меня напугали. Надо, надо. Я сейчас поехал. Да. А ты еще вот как это, стройненький, худенький. Да. Ты прям конфетка для уролога, да? А что... Кстати, ты вообще... Тебя можно будет даже вот так на свет поднять, может. Я обязательно... Не обязательно определить. Сейчас я туда дуну и все пойму. Расскажи вот по поводу худенького и маленького. Что тебе сказал уролог, когда ты прощался с ним? Он говорит... Я говорю... Давай, вываливай. Это Паша тоже ждет. Он говорит... Я говорю, ну, а что так больно? Он говорит, ну, у каждого организм индивидуальный. Ты, мальчик, стройненький, полткаусенький. Я никуда не пойду. Знаешь, еще что он мне говорит? Он мне еще в какой-то момент говорит... Ты смотри, кусается. А у тебя капкан сработал, да? Он мне говорит, палец сейчас откусишь мне. Ой, ужас какой. Это страшно и делает. Я слишком беззаботно жил до этого момента. Вообще, ну, это тяжелая работа. Спасибо вообще всем людям, которые этим занимаются. Это тяжелая работа. Вот волка ноги кормит, а уролога руки. Ну ладно. Стойте! Остановитесь это! Я хочу задать вопрос не тебе, а трюкачу. Да ну, господи! Ну, где ты это назвал? А что это такое вообще? Откуда ты? Если кто-то не знает, Серега раньше был рэпером. Это прям вот там он достал оттуда, где уролог у меня был. Вот оттуда прям достал у меня эту информацию. Да, трюкач — это был псевдоним. Вот как выглядел... Что такое кошмар? Вот как выглядел трюкач. Выкажите, пожалуйста. Йоу! Сколько ты дашь денег, чтобы мы не включали твои треки? У меня нету столько денег. Тогда будем слушать. Это что такое-то, а? Ребят, вы просто... Ваша жизнь будет до этого вечера и после этого вечера. Итак, трюкач и его трек «Верить и ждать». Ты нашла и подарила мне одиночество. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как замирало сердце при одном зряде Каждый вздох тобой, только тебя ради Блин, согласен, да Каждый вздох тобой, только тебя ради Серёж Блин, ты специально это сделал? Потому что у тебя есть всё будет офигенно Нет, я не просто это сделал специально Я записал альбом тебе С твоими треками Ствол Теперь у трюкача есть свой альбом Всё по классике, как должно там быть Более того, Серёж, я тебя прошу Подпиши, пожалуйста Это что, прям реально диск тут? Да, это диск, там все песни трюкача Да, все прям Все пять треков Подпиши и с этой стороны, и диск Чтобы уж наверняка это было А что надо написать? Прям на диске, на диске пиши Что надо написать? Ну что, напиши, от трюкача с любовью Там же знаешь, что такой был прикол? Ну не трюкач, не из-за того, что трюки А из-за того, что трукач Да, это трукач Типа настоящий кач Всё, верно Видел, какой кач вообще? Закачаешься Это я, конечно... О! Ребят, это всё не просто так Мы это разыграем в нашем телеграм-канале Этот уйдет в народ Мы знаем про твое офигительное хобби Твое увлечение Ты собираешь дошираки Лапшу Ты собираешь... Неспроста она ставит... Да, кстати, красивая Лапшу быстрого приготовления Кстати А вы мне её отдадите потом? Я её поставлю, как этот Да, этот арт-объект твой Всё Сколько у тебя уже всяких разных лапшичек? У меня осталось там каких-то интересных экспонатов Я вот с Японии привёз Штук двадцать, наверное, есть, да? Я же вам принёс в подарок тоже лапши А, серьёзно? Угу Может, подаришь там? Да, я принёс вам вот Лапшу, которую я купил в Китае О, спасибо Это, видимо, нужно отчитаться Написать что-то Лапшу, которую я купил в Китае Я, если честно, не знаю, какая на вкус не одна Скорее всего, омерзительная Но Как артефакт Посмотри, какая Классная С падой Кстати, смотри Вообще приятно, когда люди приходят с подарком Ты смотри, кстати Ты видишь состав какой? Просто посмотри, какой состав Смотри Давай Такого дошираки не кладут Клац Это немножко вот С пятки бабушки Отошла Потом раз пакет Два пакет Три пакет Немного вот жижи какой-то О, посмотри Это какие-то анализы В Японии так хоронят людей Это китайская Китайская Сергей, классно Спасибо, что ты пришел с подарками Это отлично Вот, держите Сереж, можешь расписаться Мы разыграем в телеграм-канале Для наших зрителей Давай, только это возможно сотрется Да Но не важно Да нет, да А вот это вот открытое Это мы с Ильей съедим на двоих Да Но она на самом деле так и продавалась А, да? Да, без такой штучки Открытая была? Ну вот такая была, да Но со скидкой, да? О, можно вот тут расписаться Давай Класс Все, отлично Убираем всю эту красоту Кстати, то, что она зеленая Это не значит, что как у нас Значит, она не острая Скорее всего, она очень острая Сереж, спасибо, что ты пришел Удачи тебе на концертах Писать еще миллион стендапов Мы тебя смотрим, мы тебя любим Спасибо вам большое Покупайте мой концерт И приходите на мои концерты В новом туре Которые информация есть на моем сайте И в моих соцсетях Я еду в новый тур в апреле Давай, придем На статуи Пойдем распишемся и все Пойдем Это был Серега Орлов Приходите на его концерты Покупайте его концерт в сети Спасибо Сергей Орлов Покупайте Покупайте Рады Продолжать дальше Шоу воли Сегодня в нашей студии Ведущий популярного шоу «Маска» Пятый сезон которого через неделю Стартует на канале НТВ Вячеслав Макаров Всем привет Слава, привет Слушай, как у вас классно Я просто первый раз Приветствую Слава, очень приятно Привет Коричневый великан, пожалуйста Спасибо, спасибо большое Слушайте, очень приятно Находиться в этой студии Она оказывается такая огромная Да Она гигантская Здесь просто гигантская Спасибо, что пригласили У вас, видимо, закончились гости Наконец-то я пришел Да нет, ты что Конечно Так, пятый сезон шоу «Маска» Что нас ждет в пятом сезоне? Без понятия Не, ну правда Потому что, слушай, я когда зашел в этот проект Я попросил продюсеров Мне вообще каждый сезон ничего не говорить От слова совсем Потому что мне интересно все-таки Быть в этой тайне Быть в этой интриге Удивляться Ребята, какая у меня зарплата? Не скажем Не скажем Сделайте мне сюрприз Сюрприз Возможно, даже Повтор Из прошлых сезонов Те, кто забыл Что такое проект «Маска» Покажите, пожалуйста, фотографии Покажите Это вот оно Листайте Просто листайте Листайте, мы будем Как вот эта фотография Из детского утренника Знаешь, я работаю аниматором Мне кажется, вот этот гриб Придумал этот формат Лопча Ну там, в принципе, мы все под мухоморами Да Кстати, грибы размножаются с формами Поэтому, когда он выходил Мы все уже кайфовали А прикол в том, что типа поет кто-то внутри маски Да, вот этой некой формы И надо понять, кто это Да Да, угадать, что за известный артист Ну там мало того, что нужно угадать Кто скрывается за маской Но у меня был один очень такой забавный момент Давай Я бы сказал, это факап ведущего Я, к сожалению, не всех спортсменов знаю в лицо Ну, практически не увлечен Это нормально Я знаю одну спортсменку, мне хватает А тебе больше не надо Да И было смешно В общем, к нам пришла новогодняя маска Спецгость, новогодняя игрушка И я все равно нахожусь в информационном потоке И я знаю, что есть такая спортсменка Она олимпийская чемпионка, двухкратная Но я не знаю, как она выглядит И в общем, когда она снимает маску И обычно я же большинство гостей знаю И, в принципе, понимаю, кто стоит Я говорю, под маской скрывался такой-то такой Не знаю, Валерия, Филипп Киркоров, еще что-то И тут происходит очень забавный момент Она снимает маску И я такой О боже! Это же она! И в этот момент у меня в ухе тоже тишина Они, видимо, думают, знают, что я в курсе про этого человека А я не знаю, кто это И я начинаю вот этот театр плохого актера делать И это неожиданно Наконец-то она пришла, друзья Сам думаю, господи, подскажите хоть кто-нибудь, кто это Жюри, пожалуйста, произнесите это имя Я думал, что это будет он, а это она Вот это все И в итоге просто в какой-то последний момент Мне редактор кичит в ухо, что это Софья Великая Такой, Софья Великая А как вот из таких ситуаций Я вот выхожу, я говорю, боже мой, это же Вот как вот мне вас назвать? Я вот так спрашиваю Прям вот, как вас зовут? Как вот, нет, я говорю, как бы вы хотели, чтобы я вас назвал? И они такие, ну, как угодно Это самый стрёмный ответ Такой, ну вот конкретно Может быть с отчеством? Можно без отчества Но вот ваша фамилия, она все-таки ударение на первый Когда ты уже выясняешь, вытягиваешь На второй И это, ну, бывают такие ситуации Я тоже плохо знаю фамилии Нет, при том, что я знал, что и Софья Великая Она занимается фехтованием Она олимпийская чемпионка двукратная Но как она выглядит, я не знал Правда или это все-таки телевизионная байка О том, что прям вот все в секрете, в секрете в таком все держится? Нет, слушай, да потому что если не будет интриги Не будет интересно вообще никому принимать участие в этом шоу Типа даже за кулисами никто не знает Ни операторы, ни те, кто кабели там таскат Нет, кто оператор имеет только знания Люди, которые близко работают с артистами Их директор, их гример Они все подписывают соглашение от строгой конфиденциальности Если ты где-то это разглашаешь Соответственно, у тебя будет большой штраф В итоге все играют в эту потрясающую затею Все проникаются И, соответственно, в фавильон приезжает В масках, в худи, никого не узнать Даже директор артиста тоже приезжает в этого плава Потому что артисты знают всех директоров Ну, естественно, да По директору можно вычислить артиста Да, да, да Поэтому я тебе больше скажу У нас есть такие умники Там в первых двух сезонах Которые сидели в гримерке Включали аирдроп И ловили айфоны у кого какой появляется Ага, там Егор Крид, понятно Где-то вот здесь в этом шоу Нифига себе Была такая история То есть настолько ты проникаешься этим процессом Что для тебя это как окунуться в какую-то новогоднюю сказку А бывало, что кто-то из участников вспалился Но типа вот, ты не знаю, кого-то встретил в коридоре Поговорил и понял, кто это Слушай, была история На корпоративе Я совершенно не был знаком с солистом группы Иванушки Который по центру Кирилл Ториченко, маленький Маленький из Иванушек Ну короче, Кирилл, прости Нормально, безызвестный из Иванушек Да, мы просто пересеклись И он такой О, привет! Я такой Привет! А мы вообще никогда не виделись От слова совсем И я такой Странно, а что это со мной поздоровался? Вроде мы с тобой Даже там Хотя бы не представились друг другу Как зовут вообще? Ты кто? Ну вот И потом идет у них выступление И он делает движение Которое делал в одном из танцевальных номеров Его маска Носорок И я по этому движению понимаю, что это бы он И он сам говорит Я, говорит, когда к тебе подошел Поздоровался Говорит, я отошел, думаю Че я сделал? Я же спалился Но он понял Так что чуть-чуть не проконтролировал себя Кирюха Ты еще вел шоу «Аватар» Да, ввиду, пока не уволили Есть еще что-то на интернете? Короче, суть та же самая, что шоу «Маска» Только артисты находятся в специальной комнате На них находятся датчики, которые считывают их движения И по этим движениям проецируется на сцену Технологический персонаж виртуальный, который называется «Аватар» Это может быть так же кто угодно Там муха Как костюмы, только не надо их делать Да, не надо делать А это просто виртуальный персонаж И все, и поэтому персонажа нужно так же угадать Послушай, а как ты с участниками общаешься? Ты с пустой сценой общаешься? Да, да, да У меня такая легкая шизофрения получается Я просто в какой-то момент поворачиваюсь в пустоту И начинаю с ней разговаривать Послушай, ну с учетом твоей профессии Ты разговариваешь с пустотой или с какими-то объектами поролоновыми? Ну да, я уже прорабатываю эту травму с психологом Да, и в какой-то момент, если ты сойдешь с ума, ты просто будешь думать, что ты на работе Поэтому я тебе больше скажу Я могу вести шоу, где нет гостей Просто поставить картонку и общаться с ней Подожди, интересно, а на съемках, а зрители что видят? У них на боковых экранах, на больших, находится персонаж виртуальный, которого они видят А у меня, к сожалению, такого нет Я просто смотрю в бок и никого не вижу Я в этот момент, конечно же, эмоционально где-то внутренне грущу, но тем не менее В одном видео я видел, как ты перед шоу разогреваешь речевой аппарат Господи Да, говоришь скороговорки У тебя это какая-то такая на традиции? Да, конечно, какие-то скороговорки Размять мышцы лица максимально, чтобы все было хорошо Чтобы все мышцы работали Много скороговорок знаешь И дыхательная гимнастика, конечно же Да? Чтобы у тебя кровь зациркулировала А что с дыхательной гимнастикой? Вот мы тоже два несведущих ведущих Показать? Да покажи, конечно Короче, эта гимнастика называется гимнастика Стрельниковой Она помимо того, что прочищает твои носовые пазухи Гус, мне сказали, что программа здоровья начинается Конечно Сейчас выйдет огромная женщина в ростовом костюме В костюме печени Пусть будет печень В общем, это прочищает носовые пазухи И помимо этого еще разогревает твои голосовые связки То есть нужно сделать Ну понятно, я не буду объяснять, что нужно Животом Да, животом Да давай, поехали Нужно просто резко вдохнуть С животом типа Да, отопыть живот И выдыхать ртом резко А лучше всего В идеале это делаем вот так, смотри Люди включат телевизор Не поймешь, что они делают Делаешь несколько подходов И после этого у тебя чуть-чуть кружится голова Ты вообще навеселе А вон и так пошел человек пьяненький Хорошо, хорошо Мне кажется, под это можно было офигенно Озвучку из фильмов Джеки Чана подложить Действительно Слушай, я буду делать Главное делать правильно Ты прекрасно поешь Я подобрал несколько видео Это просто люди из интернета Короче, люди поют Надо повторить, как они поют Поехали Ладно, давай попробуем Слушай, это новая гимнастика Разминка перед тем, как вести передачу Давайте Мне кажется, это идеальная вокальная партия для Ильи Соболева Да, легко Ильич, давай ты Давай Давай Браво Прелестно Следующий ты поешь тогда Шикарное сопрано Да, давайте Поехали Поехали Класс Так, следующее видео Давай Поехали Классно У вас теперь есть отвратительный рингтон Это Слава Макарову здесь у нас в гостях Солдарно Спасибо Спасибо огромное Спасибо, дорогие Круто Кстати Сегодня 4 февраля Ровно через 5 дней У Славы день рождения 35 лет С наступающим С наступающим Спасибо Спасибо Пойдем распишемся на статуи Пойдем Это традиция? Да, традиционная статуя Мы потом ее пустим на какие-то хорошие дела Я распишусь в попу Давай Класс Спускайся Вот нож можно было взять и Славу отпустить Но мы этого не сделаем Потому что для вас сюрприз То, что сейчас прямо вот редкость на телевидении Для вас поет Слава Макаров Прямо сейчас Мне обещали, что все наладится Сердце сумеет с обидой справиться Сердце никто не спросил И меня тоже не спросили Мне обещали, что все получится Если достаточно долго мучиться Мне даже выдали сил Но терпением обделили Созвездия Справедливы ваши песни ли? С меня и мыли, разумны ли? Зачем вас вообще придумали? Снак водолея Я все отдал и ни о чем не жалею Я все отдал и ничего не осталось А рядом столько человек потерялось Я этим чувствам уже век не болею Я все отдал и ни о чем не жалею И вопреки лечу всем автопилотам Живу назло гороскопом А вот так вот Вячеслав Макаров здесь, в шоу Воли Увидимся с вами на следующей неделе Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»